Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также я напоминаю, что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской. Если вы хотите научиться писать сценарий, если вы хотите стать профессиональным сценаристом, то проходите по ссылке в описании, подайте заявку и займите место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Если вы смотрите в прямом эфире, то, пожалуйста, напишите в чате, что вы меня видите и слышите. Сейчас я сделаю все необходимые манипуляции, закреплю видео и мы начнем. Видно ли меня, слышно ли меня? Так, есть, видно, слышно. Хардкорщики. Есть тут у нас хардкорщики. Какое правило нарушили и как ощущения? Скорее неприятно или скорее приятно было нарушить правило? Новосибирск, привет! В Новосибирске сколько сейчас, наверное, часа четыре? Какая там разница? Или два часа? Так, нарушило, приятно. Откуда вы знаете, что нарушили? Я читаю ваши мысли. Четыре часа, да. Много себе. Так, 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 так. Съела творожную запеканку. Приятно. Первое правило. Никогда не есть творожную запеканку. Да, что называется. Съела запеканку и произошло просветление. Гибралтар вошел в чат. Нарушать правила это вообще не проблема. Вот смотрите, если ваша главная стратегия нарушать все, вообще все правила, то тогда, ну, интересно попробовать наоборот, да, интересно пробовать новые какие-то мета-стратегии. Например, жить по правилам. Тоже может быть неожиданный эффект. Если вы всегда правила нарушаете, то попробуйте, посмотрите. А что если? Если по правилам же. Значит, друзья, сегодня у нас будет две темы. Они небольшие, но они достаточно важны. Потому что мы с вами строим некое здание нашей с вами творческой продуктивности. То есть мы с вами выстраиваем некую систему. И вот эта система, она состоит из ряда положений, ряда факторов. Мы их постепенно одно за другим встраиваем с тем, чтобы вы могли их в своей работе в дальнейшем использовать. И, соответственно, да, ваше качество вашей работы очень сильно повышалось за счет вроде бы незаметных и неочевидных действий, невидимых со стороны. Итак, первое, о чем нам сегодня надо поговорить. Бывало ли у вас так? Вот сейчас я расскажу вам эту тему, и вы скажете, да это же такая херня, это же такая банальность. Но это же все знают. Это еще в детском саду, в первом классе школы еще про это говорят. Какого черта мы здесь взрослые люди сидим и там на серьезных вещах об этом разговариваем. Но на самом деле очень многие люди вот ту тему, которую я вам сейчас дам, они ее игнорируют. И из-за этого очень сильно, очень сильно и заметно прям теряют в... теряют своей продуктивности. Итак, бывало ли у вас такое, что вы сидите, пишете и полностью сосредоточены на своей работе, и в этот момент вдруг что-то происходит, что-то, что вас прерывает. Кто-то из домашних, например, заходит в комнату и говорит, что-нибудь типа, пойдем обедать. И ты такой, я пишу. Да ладно, что тебе 5 минут сходить пообедать. Или там, помоги лампочку прикрутить. Ты, я работаю. Мне, ты мне нужен на 20 секунд. Да, или у писателей такое часто бывает, да, когда особенно там партнер или партнерка работает на этом самом, на работе в офисе, а писатель сидит дома, да, и когда жена звонит или муж звонит, да, ты все равно там дома сидишь, давай ты там пропылесось, тебе все равно там делать нечего. Да, и даром, что ты там сидишь по уши вообще, по уши сидишь в работе, да, дети вбегают, да, то есть ты сидишь, дети вбегают, ты их выгоняешь, а тебе еще и выговаривают, как же так, что ж ты как-то с ребенком, ты самое, да, выгоняешь. Вот бывает ли у вас такое, бывало ли у вас такое, когда вас прерывают в процессе работы, да, и вы потом какое-то довольно долгое время не можете вернуться к работе. И вы этому удивлены, да, тому, что странно, я же прервался вроде на 10 секунд, да, и я в итоге полностью вылетел из рабочего состояния, да, и надо тратить там кучу времени на то, чтобы снова вести себя в рабочее состояние. Так вот, вот эта штука, да, мы к такого рода прерываниям всегда относимся слишком снисходительно. То есть нам кажется, да, что если я сижу работаю, да, то теща может зайти и вот я тебе апельсинку почистила, да, ты сидишь работаешь, да, но она меня уже вытащила, да, из рабочего состояния, отвлекла, да, я вообще не вижу, да, что там вокруг меня происходит, да, или там заходит кто-то и начинает рассказывать какие-нибудь новости, да, а чаще всего погода сегодня вот такая-то, такая-то, я посмотрел прогноз погоды, да, и ты такой, что, блядь, происходит, я сижу работаю, выйди, мешаешь. Вот. Мы к этому, творческие люди, очень часто относимся слишком снисходительно. Это абсолютно недопустимо. То есть ваша задача, вот этот час, от часа до двух вашего рабочего времени, когда вы пишете, защитить себя максимально. Владислав вот пишет, регулярно бывает, у меня еще и работа такая, что нельзя телефон 24 часа отключать. Смотрите, вот это вот нельзя отключать телефон, это оценочное суждение. Я работал на таких работах, на каких, вот поверьте мне, на таких работах, на каких, на которых мы отчитывались перед самым-самым высоким начальством. И первое, о чем я говорил, приходя на такую работу, я говорил, что, ребята, рабочий день заканчивается в такое-то время, минуту спустя мой телефон отключен. Телефонные звонки мне во вне рабочее время недопустимы категорически. Я не отвечаю на письма, не отвечаю на телефонные звонки. Мой телефон во вне рабочее время будет всегда отключен. Ваше право, если вы с этим согласны, продолжаем, идем дальше. Если вы с этим не согласны, ну, поищите другого сотрудника себе на эту должность. Вот, и естественно, были, не все были этим довольны. Естественно, были попытки со стороны сотрудников как-то это дело продавить, позвонить мне в выходной. Телефон отключен, пожалуйста, звони. Писать по почте, да, письма удаляются, не читая. Или не проверяются вообще. Границы свои надо защищать. Я уволил своего агента, когда я только начинал работать сценаристом, за звонок мне в выходной. То есть мы достаточно неплохо работали. Не буду говорить, кого. Работали достаточно хорошо. Сотрудничали, да. Ну, вот однажды человек решил, почему-то решил мне в субботу, в 4 часа дня позвонить. На этом наше общение закончилось. Вот. Поэтому, естественно, да, там сейчас это уже немножко там, немножко по-другому все строится. И график по-другому строится. Вот. Но, тем не менее, да, опять же, если мы договариваемся, да, таким образом, да, то... Если это не фрилансерская какая-то работа, да, если ты там работаешь, рабочий день полноценный, да, то в этом случае, конечно, надо себе выгораживать и защищать себе свое пространство, защищать свое время. А для творческого человека это абсолютно необходимо. Потому что, как только вас вы вылетели, да, из рабочего состояния, вам надо до получаса для того, чтобы вернуться вот к этому рабочему состоянию. А если, например, вы пишете там час, и вас два раза выбили из него, все, вы считаете, что у вас день на смарку. Поэтому нужно, естественно, это все какими-то этими самыми, да, какими-то репрессиями, это все сложно добиться, да, но надо смотреть по конкретному человеку, который вам мешает, который вас прерывает. И нужно не ругаться с ним, да, а нужно придумать способ сделать так, чтобы вас не отвлекали. Как, какое конкретное действие конкретно вам надо сделать, да, я не знаю, да, то есть вы должны провести ревизию и выявить, кто вас отвлекает. И, соответственно, сделать так, чтобы вас никто в это время не отвлекал. Естественно, за это вы должны быть готовы платить, да, допустим, что вот сейчас меня там час трогать нельзя, за это я вам и сказку ребенку почитаю, и в магазин жену свожу, и с тещей посижу поговорю, да, то есть я все сделаю, все, что вам надо. Но вот это время, когда я сижу и пишу, в это время меня трогать категорически нельзя. То есть первая задача, чтобы вы понимали, что любые прерывания недопустимы. Абсолютно нулевая терпимость к любым прерываниям. Организуйте себе свой рабочий процесс таким образом, чтобы вас никто не трогал. Если даже вам каждый, вот Александр пишется, видимо, я, дятел, немедленно возвращаюсь к работе, да, видимо, у вас недостаточно глубокая концентрация, да, то есть если вам так легко, выйдя из рабочего состояния, да, вам так легко снова возвращаться обратно, да. Либо это субъективное ощущение, потому что есть абсолютно, да, достоверно описанный процесс вхождения в трансовое состояние во время творческой работы, да. Когда вы переключаетесь, это все не бесплатно. Качество вашего внимания страдает, что бы вы при этом не говорили, как бы вы себе это не рационализировали, как бы вы это не объясняли себе, да. А мне нравится, когда я пишу, а рядом дети играют, они вас отвлекают. А мне нравится, когда у меня телефон рядом на столе лежит, он вас отвлекает. Качество вашей работы снижается. Убирайте это все к чертовой матери. При этом очень часто, да, люди себе вот это отвлечение устраивают сами. И у меня в свое время, я общался, часто привожу этот пример, разговаривал с коллегой со своими. Я говорю, ну вот сколько у тебя времени уходит на то, чтобы написать по эпизоду? Он говорит, ну часов 10. Я такой, в смысле? В смысле часов 10? Говорит, ну я с утра сажусь и весь день с утра до вечера пишу по эпизоду. Я говорю, а что там писать-то? Ну, написать по эпизодник, там 5-6 страниц, но это 2 часа времени. Да, то есть сел, особенно когда четко знаешь, что писать, да, разработана система персонажей, разработана система объектов, да, есть ключевые события. То есть к тому времени, когда ты пишешь по эпизоднику, у тебя уже должна быть выполнена определенная работа, да, то есть ты ключевые точки уже должен знать. Вот. И дальше по этим ключевым точкам прошелся первая сюжетная линия, вторая, третья, четвертая, да, все расписано. То есть что там, ну, 2 часа работы по-хорошему. По-хорошему час работы и час еще неспешной вычетки. Я обдумываю никаких, может, еще что-то добавить. А вот. Он говорит, нет, ну ты че, как же так? Я говорю, хорошо, опиши, как проходит твой процесс работы. И, значит, он описывает. Я сижу, у меня ноутбук, ноутбуки у меня открыт по эпизоде. Рядом у меня стоит стационарный компьютер, на котором открыта лента в фейсбуке. Рядом лежит телефон, на котором я еще там где-то там в пяти чатах веду разговоры. Плюс у меня включено радио, да, и включен телевизор без звука. Чаще всего я включаю какой-нибудь хоккей, футбол, спорт какой-нибудь включаю. То есть человек обложил себя со всех сторон отвлекателями внимания. И рабочий процесс выглядит следующим образом, да. То есть он там посмотрел, сам посмотрел, туда посмотрел, сюда посмотрел. Зашел в фейсбук, пару часов посрался там в комментариях. Он чрезвычайно активный в соцсетях. Особенно вот эти всякие срачи сценарные, да, это вот самый главный завсегдотай. Вот. И оттуда вытащился вдруг, там 4 часа спустя голову вытащил. Голова гудит, потому что, да, там по ней просто били информационно все это время. С отвращением бросает взгляд на поэпизодник, да, и снова погружается вот в эту всю фигуру. Да, 10 часов проходит, через 10 часов ничего не написано. То есть люди делают себе это сами. Мне всегда казалось, что это безумие, но про другого сценариста мне рассказывают, что вот как он пишет. Вот он садится, включает телевизор без звука, включает радио. И зачем вообще? Что это такое? И садится, значит, тоже пишет, пишет свой сценарий рядом со включенным телевизором. Зачем? Ну это же безумно. Вот. Скажите, есть ли у вас рядом с вами, когда вы пишете, какие-то отвлечения, которые вы сами себе устраиваете? Какой-нибудь вот это включенный телевизор без звука, да, проигрыватель с музыкой или еще что-то. Да, радио еще кто-то слушает. Есть ли у вас такие отвлечения, которые вы сами себе устраиваете? Если нет, отлично, хорошо, замечательно, все делайте правильно. Дальше, следующая, третья, третья вещь, которая у нас есть код. Ну, код это святое. Ребят, пришел код, бросайте все к черту и начинайте тискать. Вот это одна, есть одна единственная вещь, которая важнее, чем писательство. Это тискать кота. Вот мой код ушел на радугу, вот я бы его сейчас с удовольствием бы потискал. Нахрен, книги никакие не надо. Вот. Если у вас есть код, вы счастливые люди. Вот, поэтому. Так, отволокла стол в комарку. Да, или кошку. Ладно, хорошо. Нет, коты, конечно же, тоже мешают, тоже отвлекают. Они большие специалисты в этом, любители лечь на клавиатуру жопой. При этом сразу же этот самый... Отключить монитор физически очень сложно, да, на стационарном. Код проходит, жопой махнул, все, все отключено, и все, и текст исчез. Вот они в этом смысле мастера, конечно, тоже это отвлекает. Вот. Да еще, если дверь закрыта, да, то впусти меня сюда, выпусти меня сюда. Те, кто раньше у нас в мастерской учился, да, помнят там, я веду эфир. Так, ребята, сейчас прервемся, надо впустить кота. Сейчас прервемся, надо выпустить кота. И вот постоянно выпустить кота, впустить кота, это, естественно, тоже очень сильно отвлекает. Вот. И дальше следующее, это то, что мы сами себе, себя отвлекаем какими-то мыслями. Да, то есть, когда человек сидит, пишет, и вдруг мысль уходит от рабочих, да, то есть, вы концентрируетесь на своем тексте, да, на героях и так далее, и так далее. И если нет привычки к этой деятельности, да, очень часто мысль начинает куда-то ускользать. То есть, начинайте думать, вспоминать что-нибудь, начинайте, да, мечтать начинайте что-то, да, начинайте какую-то историю себе рассказывать, не связанную с сюжетом, который сейчас продолжается. Вот. Это тоже небезопасно, это тоже мешает. И здесь сложность в том, что мы, ну, во-первых, очень часто это является признаком того, что у вас недостаточно проработан сюжет, да, то есть, когда сюжет проработан, вы знаете, что писать, да, то есть, вы в тупике не оказываетесь. Вот. А если не знаете, что писать, оказываетесь в тупике, и дальше начинайте, да, начинайте себя отвлекать специально, да, начинается прокрастинация. Что угодно делать, лишь бы не делать. Вот. И если это происходит, да, а особенно если вдруг вы ловите себя на том, что у вас начинают появляться действия какие-то физические, да, то есть, которых вы даже не замечаете. Курильщики начинают курить сразу же, кофейники начинают, кофе себе делать, да, то есть, и вдруг ловишь себя на том, что ты уже 20 минут делаешь какое-то действие, и ты его даже не замечаешь, не осознаешь. То есть, с прокрастинацией сложность в том, что мы, не в том, что мы ничего не делаем, а в том, что мы делаем что-то, что не надо нам делать. Вот. И как выключиться из прокрастинации? Я советую делать следующее, да, то есть, если вдруг вы себя на этом действии поймали, да, и вы глубоко достаточно ушли в это действие постороннее, нужно, вы не можете сразу переключиться на действие, которое вам нужно, да, с ненужного действия на нужное действие переключиться сложно, да, сразу же сесть, начать писать. Переключайтесь через бездействие. То есть, если вы поймали себя на действие, нужно остановиться и ничего не делать хотя бы в течение минуты. Ну, хотя бы 30 секунд, хотя бы 10 секунд, до 10 досчитать и ничего не делая. То есть, поймали себя на прокрастинации, остановитесь, повернитесь лицом к стене, чтобы ничего не было перед глазами, да, не отвлекая. Или закройте глаза и сядьте, медленно сосчитайте до 10 бездействия. И после этого садитесь и начинайте писать. Вам легче будет, вам легче будет начать работать после вот этого прокрастинационного действия. Вот. Теперь, что касается отвлечений. Здесь самая большая сложность в том, что мы эти отвлечения не замечаем. И они нам кажутся, даже если они появляются, они нам кажутся безопасными. Я все время привожу этот пример, тоже он мне очень нравится. Есть такой чувак, любопытный достаточно, Эден Паган. Он такой инфобизнесмен американский, разными маркетингами занимался там и так далее. Но в числе прочего у него был такой курс, неплохой курс по продуктивности. И там, в числе прочего, было упражнение по отвлечениям. И он так вот очень поэтически описывал. Представьте, что вот эта мысль, которая... Вот вы работаете, вдруг появляется какая-то мысль, которая вас отвлекает. Представьте, что эта мысль, это бабочка. И вот вы эту бабочку так вот мысленно рукой отгоняете, и она улетает, и вы снова возвращаетесь к работе. Я подумал, как к лешему бабочка? Чего это за херня? Да, бабочка это что-то приятное и безопасное. То есть, если она летает, так и пусть она летает. Замечательно, мы еще и полюбуемся этим воображаемым полетом бабочки. Надо представлять что-то, что для вас выглядит опасным. Например, если вы боитесь змей, и вас какая-то мысль отвлекает, представляйте, что эта мысль, это змея. Если вы боитесь волков, например, представляете, что это волк к вам подходит, с зубами щелкается, слюной, с клыков. И вы берете мысленно, снимаете сапог такой, с этим самым кованой, с кованой такой этой самой подошвой, со шпорой такой острой. Берете и сходу херачите этим сапогом в эту змею. Или волку по морде прямо. И он с визгом убегает. Почему? Потому что эти мысли, отвлекающие вас, это нифига не бабочки. Это змеи и волки. То есть, это страшные-страшные похитители вашего времени. Похитители вашей концентрации. Поэтому, как только вот это появляется, отвлечение, сразу его сапогом по морде. И вот прямо уже сейчас, да, давайте мы с вами попробуем в течение этих суток работать. И, во-первых, писать. Мы снова пишем с вами норму, да, фиксируем, сколько мы пишем. И важно, что, во-первых, убрать все внешние прерывания. И защитить себя от всех внешних прерываний, да. То есть, проследить, где они у вас появляются. Если они у вас появляются, то их ликвидировать. Или, если это там домашние, да, не ликвидировать, а перенести общение на другое время. То есть, договориться с ними, что я сейчас пишу, потом мы смотрим диафильм и так далее. И то же самое, отслеживать все свои внутренние вот эти отвлекания, визуализировать их в качестве чего-то лично вам неприятного. И вот это лично неприятное, можете его, да, визуализировать то, что вы с ним делаете. Да, можете из мысленного огнемета фигачить. Или еще что-нибудь из пулемета Максим, да. То есть, прям вот очень жестко расправляйтесь вот с этими отвлекающими вас мыслями. Потому что это все весьма и весьма небезопасно. Насколько это понятно? Если все понятно, напишите, пожалуйста, в чате, что все понятно. Если есть вопросы, то я готов на них отвечать. Я не кошатница, но вы так вкусно из эфира рассказываете о котах. Уже подумываю приобрести. Да. Хор поющих котов включается, когда я ухожу в кабинет. Да, котейка очень любит просить еду, когда я начинаю работать. Ну, это реально мешает. То есть, у меня пока был жив кот, я писал на балконе, он на балкон ко мне не заходил. Здесь, конечно, это все была вотчина кота. Во время эфира совершенно спокойно я беру интервью, и тут вот жопа кота ходит с хвостом такая поперек камеры. Так, окей, хорошо, все понятно. Дальше, следующее, еще одну технику я вам хочу дать. Кое-кто из вас уже эту технику знает. Я ее впервые про ней писал, по-моему, в «Ленивой скотине» или в «Волшебном пенделе» какой-то из этих книг. Техника на самом деле имеет отношение к творчеству. Вот смотрите, когда у вас произошло в… А, вот тараканы, да, то есть, если тараканы, берете тапок и тапком хреначите этого таракана. А пол, чтобы брызги во все стороны. Вот, и больше уже никакой таракан к вам не сунется. Все, один раз сделали, и дальше вам уже будет проще. Так, почему нельзя перечитывать текст и править, когда пишешь? Потому что это другой вид деятельности. Как только вы начинаете перечитывать и править, да, вы начинаете увязать в правки, и у вас вы перестаете идти дальше. У нас в мастерской запрещено перечитывать, запрещено редактировать. Да, мы пишем драфт, и только запрещено правки вносить. Да, то есть, я даю замечания какие-то студентам, запрещено вносить правки, пока не закончен драфт. Вот, потом, когда драфт закончен, они вносят и мои правки, и вносят свои какие-то изменения. Вот, потому что это другой вид деятельности. И мы в пределах одной деятельности, мы не переключаемся. О видах деятельности я завтра буду рассказывать. Это тоже очень важная тема. Не пропустите. Станет ли такая визуализация очередным отвлекающим фактором? Ну, если вы будете это все время себе отвлекать. О, сейчас я вот, у меня сапог, сейчас я. Где тут мысли? Да, конечно, станет. А если у вас она будет появляться только в качестве реакции на отвлечение, тогда нет, не станет. Хорошо, идем дальше. Мешает писать синдром самозванца и самокритика. Отдельная большая тема, интересная и важная. Честно говоря, я сейчас просто не хочу это, да, то есть это нельзя решить просто сказав, да, забейте на своего внутреннего критика, да, это так не работает. Найдите на, в предыдущем, в прошлогоднем, в прошлогодней практической магии у нас был урок, посвященный как раз таки самозванцу. Найдите это видео, либо на ютубе, я не знаю, здесь она есть или нет, вконтакте, по-моему, тоже вконтакте она должна быть, запись. Ну, в группе нашей совершенно точно она есть. Вот, и посмотрите. Просто там часовую лекцию я сейчас не буду пересказывать. Отдельно есть хорошая лекция, где я полностью излагаю и даю техники, которые помогают это все сделать. Так понимаю, суть максимально непривлекательной визуализации, чтобы в нее не хотелось погружаться. Да, совершенно верно, да, то есть она должна быть для вас отвратительной. Что-то, что лично для вас отвратительное. Да, вы пауков, например, не любите, представляете, что это паук. Вот, кто-то змей, я вот змей не люблю, да, и поюсь ужасно, поэтому я змею представляю. Лису могу представлять, тоже мне лисы не очень нравятся такие лесные, лисные хитрожопые животные, да, тоже можно представлять, что лиса подкрадывается. Окей, идем дальше. Значит, смотрите, вот есть такая штука в творчестве. Есть ли у вас какие-то воспоминания, и можно само воспоминание не записывать сейчас и не фиксировать, да, но вот есть ли какие-то воспоминания о чем-то позорном, о чем-то стыдном, о чем-то, что больно вспоминать, да, вот что-то к чему, вот если бывает, вспомнишь и начинаешь думать, блин, как же вообще, как же это херово было, как же мне хреново было тогда, или как же я повел себя хреново, или как вот там страшное какое-то событие, которое произошло, там, не знаю, ограбление, изнасилование, попытка убийства, да, то есть вот вспоминаешь что-то, вот есть какие-то события, которые мы вытесняем, да, они где-то спрятаны, но вот ты находишь на него случайно, не тыкаешься на это воспоминание, и прям вот как корочку срываешь, и сразу больно становится, ужасно больно, вот, у каждого человека такие события есть, да, то есть даже если человек там живет вообще там в монастыре, ни с кем не общается, да, обязательно он найдет способ в говно вступить в какое-нибудь психологическое, вот, и дальше вот что с этим делать, считается, что мы должны про это писать, да, что вот если есть что-то стыдное, больное, страшное, да, и если ты про это напишешь, то у тебя это пройдет, на самом деле нет, нет, и более того, может случиться так, во-первых, когда вы пишете, описываете в точности событие, неприятное, страшное, больное, стыдное событие, которое произошло в вашей жизни, и вы его описываете, у вас происходит ретравматизация, то есть вы его проживаете еще раз, и вам снова становится больно, точно так же больно, как было в прошлый раз, то есть происходит не излечение, да, а вы еще раз получаете рану, и текст, который таким образом написан, он в итоге становится травмирующим текстом, то есть не лечебным, не целебным, а травмирующим, и есть сейчас, да, и в прошлом тоже, да, есть такие тексты, которые являются такими вот травмирующими текстами, да, то есть прочитаешь такой текст и хочется повеситься, при том, что это могут быть очень сильные авторы, очень грамотно все сделано, да, какие-то лауреаты Нобелевской премии, да, и так далее, и так далее, вот у меня, там, пример такого текста, Юхан Борген, маленький лорд, трилогия, вот на мой взгляд, это вот абсолютно классическое, просто вот читаешь и хочется удавиться, вот, хороший текст, да, он всегда дает ощущение катарсиса, даже если он описывает какие-то страшные вещи, да, Достоевский страшные вещи описывает, да, читаешь, всегда есть катарсис, всегда есть выход в свет из вот этого, из ада душевного, да, всегда есть и рай душевный, и ад душевный, поэтому там и Достоевского, и Толстого перечитывают и перечитывают, а Юхана Боргена я не знаю, кем надо быть, чтобы в здравом уме второй раз в эту гильотину психологическую голову сунуть, вот, и точно то же самое касается выдуманных событий, то есть очень часто авторы напридумывают таких событий, да, что тоже не читать не хочется их, не жить в этих событиях не хочется, и вплоть до того, что автор может в свою жизнь таким образом притянуть какое-нибудь вот это выдуманное им, там, убийство, болезнь или еще что-то, тоже такие случаи известны. Что с этим делать? Наша задача, вот весь это, все это токсичное содержание нашей жизни, да, в каждой жизни, в любой жизни есть какое-то количество яда, да, которое накапливается, наша задача, вот этот яд превратить в целебный эликсир, превратить в лекарство, и есть там определенные методики того, как это сделать, да, как преобразовать, там, подробнее мы об этом будем рассказывать и практически применять на, как раз-таки, на курсе сценарий полнометражного фильма, который в основном именно этому посвящен, да, именно психологической перезарядке, перезарядке наших жизненных воспоминаний в вот этот цвет, который идет из нашего текста. Но я вам дам самую простую технику, прям самую элементарную технику для того, чтобы вы могли попробовать и применить, да, она абсолютно рабочая и она позволяет делать вот это переключение, прям мгновенно, мгновенно убирать вот этот яд из нашего эликсира, который мы производим. Я придумал для нее название «Аферта». Оно звучит так немножко по рекламному, по торговому, да, но оно очень точно определяет, что называется, действенный механизм этого, этой техники. И мне стало интересно, я думаю, что всегда же, все же, все же всегда, наверное, уже придумано до нас, да, и я начал исследовать, искать где-то я нигде, ни у одного психолога, ни у одного коуча я не нашел аналогов этой техники. Поэтому вот считайте, что это как бы абсолютное ноу-хау. Прям вот могу свою фамилию поставить. Авторство техники Александра Молчанова. Что мы делаем? Вот мы вспоминаем это воспоминание каждый раз, когда мы на него натыкаемся, да, то есть если вы просто его опишите, да, оно будет заряжено вашим ядом, читатель будет этот яд чувствовать. Надо этот яд слить. Каким образом? Мысленно выставьте это воспоминание на продажу. Вот прям так проговорите, что я выставляю это воспоминание на продажу за и обозначьте какую-то цену. Но цена должна быть примерно адекватной, да, то есть, например, если вы там условного, я не знаю, пукнули в классе, да, в школе и вас это там всю жизнь мучает, да, выставьте его за тысячу рублей. Если вас изнасиловали, да, например, да, такой вот я вам жестко с вами говорю, да, для того, чтобы вы это на всю жизнь запомнили, то понятно, что это воспоминание достаточно серьезное, достаточно травмирующее. И цену ему поставьте не тысячу рублей, да, поставьте там 300 тысяч рублей или миллион рублей. Но не надо ни в коем случае не надо выставлять их за, да, я хочу много денег, да, вот любое, каждое это самое, да, я заикнулся однажды во время лекции, да, вот это за миллион рублей, все, меня это мучает, я за миллион рублей это продаю, да, то есть, вот сам процесс оценки этого воспоминания, он уже снижает заряд. И вы оценили, мысленно выставили его на продажу, да, то есть, если там захотите какую-то визуальную еще добавить картинку, это уж тут на усмотрение, да, кто визуал, и кинестетики, аудиалы, да, это все там на свой вкус. Вот, но в целом достаточно мысленно сказать, и я выставляю это воспоминание на продажу за такие-то какие-то деньги. И все. И вы через 20 секунд вы уже не будете думать об этом. Да, вот выставили все, и заряд ушел. И не буду описывать за счет чего, за счет каких психологических механизмов это все работает, но это просто, поверьте, что это работает. Вот, и это, да, это не сработает, наверное, с каким-нибудь очень сильным, там, серьезным, может быть, там, с изнасилованием это вряд ли сработает, да, там нужны более, там, серьезные, более глубокие, более глубокая проработка, да, но какие-то вот легкие, легкая, быстрая терапия, да, как легкая, быстрая терапия, это работает очень хорошо. Вот, слили. И что происходит в этом случае? Да, то есть, если вас заботит экологичность, да, то пусть вас это не беспокоит, да, что, как же так, вот куда-то уйдет мое, это самое, мой яд, он куда-то уйдет. Он для вас яд. Для другого человека, да, к которому уйдет вот это, да, то есть, мы же представляем, мы все часть поля, да, мы же маги, да, мы представляем, что это куда-то уйдет, это воспоминание. Это не значит, что теперь кого-то изнасилуют, да, или что кто-то в этот момент теперь за вас в классе пукнет, да, ничего этого не произойдет. Вот, просто человек получит вот этот вот эмоциональный заряд. Но эмоциональный заряд, то есть, событие, когда событие происходит с вами, да, вас это ранит, а когда другой человек видит, что с другим человеком происходит какое-то событие, его это не ранит совершенно. Для него это является лекарством. Вот. И таким образом вы избавляетесь от этого заряда, и дальше, что происходит. И дальше вы можете про него писать. То есть, после этого, после этой процедуры, яд слит, и дальше вы можете садиться и совершенно спокойно описывать вот это событие в своем тексте. И вы заметите, что вы вдруг приобретаете власть над этим событием. То есть, если это не сделать, то вы будете, вы будете вынуждены его описывать в точности так, как оно происходило. И в итоге получается такая штука, да, событие начинает управлять, управляет автором. И помните, был такой, я не помню, как точно называлась, называлась короткометражка. Там Раневская играла по Чехову. Раневская играла писательницу, которая пришла к какому-то маститому человеку, да, и читала ему рассказ. И вот она все время говорила, о, это тут у меня, это событие из моей жизни, да, вот я его описываю в точности, как оно происходило. И описывает какую-то ерунду полную. Вот и нет ничего хуже, как когда автор придумывает какое-то, описывает, вернее, какое-то событие, да, и ты видишь, что сцена слабая, да, и говоришь автору, сцена слабая, здесь надо что-то другое придумать. Человек говорит, это в точности так, как происходило в моей жизни. И когда это происходило, мы все так смеялись, да, а здесь почему-то не смешно, да, значит, надо что-то поменять, надо что-то докрутить. И вот слили, убрали этот яд, тогда, да, вот рассказ Чехова, драма, экранизация Сраневская. Спасибо, Алексей. И в этом случае, да, у вас появляется власть над этим событием. И я считаю, что нужно обязательно что-то менять. Когда вы работаете над текстом, в нем, если описываете какое-то событие из вашего прошлого, там обязательно нужно что-то менять. Мальчика на девочку, море на горы, да, и вот это упражнение, оно позволяет вам эту волю приобрести над событием, над вашим воспоминанием, над вашим отношением. То есть воспоминание, оно у вас никуда не денется. Оно как было, так и осталось. Вот, просто уйдет вот это, уйдет ретравматизация, да, то есть вы каждый раз, вспоминая его, да, вы уже будете к этому относиться совершенно спокойно. Попробуйте, потестируйте. Делать это каждый раз, когда приходит травматическое воспоминание, надо тестировать, надо тестировать. Так, хорошо. Я так написала учебный сценарий, он стал терапевтичным. Да, совершенно верно, так это работает. Надо ли представлять покупателям моей боли? Нет. Это поэтому это и есть оферта, да, что мы, что такое оферта, да? Это предложение, адресованное неопределенному кругу покупателей. Ну, кому-то это будет надо. Вот кто-то это, кто-то, кому-то вот нужно будет, это ваша боль будет нужна. Вот кто-то ее купит. Мазохист какой-то. Есть люди, смотрите, дело вот в чем. Боль, она не всегда однозначно плоха. Да, например, зачем люди смотрят фильмы ужасов? Зачем люди смотрят социальные драмы? Да, потому что у них недостаток отрицательных эмоций в жизни, да, то есть у человека живет слишком благополучной жизнью, ему надо нервы потрепать, да, просто потому что иначе человек начинает умирать. Вот человек начинает фильмы ужасов, да, во всех благополучных обществах очень популярными становятся социальные драмы про страдания маленьких людей и такие, так называемые, социальные хорроры, и обычные хорроры, вот. Поэтому вот вы людям такое и обеспечиваете. Как это работает на физическом уровне? Не наше собачье дело, да, то есть мы не магические инструменты изучаем, да, просто я чувствую, да, как маг, чувствую, что все в порядке, да, что эта техника, что она экологична, что я не грязь распространяю в мир, да, и загрязняю мир своими этими самыми, да, своими миазмами токсичными, да, а я чувствую, что когда к человеку, к другому человеку уходит мое вот это воспоминание, вот эта энергия негативная, что-то в ней преобразуется. То есть этот человек получает пользу, а не вред. Вот. И при этом, что самое интересное, что реально приходят деньги. То есть понятно, что это не физически там тот человек, о, я получил сейчас из космоса какое-то странное воспоминание, как я там во время дискотеки в школе случайно матом выругался в этот самый, и как меня потом учителя кошмарили за это. Вот. Нет. Дай-ка я переведу этому человеку 500 рублей за это воспоминание. Это не так работает, да, но вот почему-то каким-то образом раз, вот приходят деньги вдруг. Причем они там долг старый вернули, увидели что-то со скидкой купили, да, где-то вам сертификат подарочный вручили на эту сумму, где-то вы просто купюру нашли на земле, да, то есть вот и вы прям можете, вы это видите, да, то есть если увидите это, вспомните, такой, ой, я же, блин, продал воспоминание за 500 рублей, вот мне 500 рублей пришли. Вот. Они начинают приходить. Реально за это начинают приходить деньги. Вот. Я советую, наверняка это можно делать не только за деньги, да, я хочу продать это за, не знаю, поцелуй красивой девушке. Раз, и, наверное, придет поцелуй. Просто лучше не усложнять технику, просто вот за деньги ее продавать, и нормально, все работает. Вот. Насколько понятна техника? Или если что-то непонятно, то задайте вопрос. Да, как сердце змеи для землян в Тор яд, для инопланетян он нужен, как нам кислород. Это как я делал интервью с ученым, с одним из Нью-Йорка, который занимался происхождением жизни на Земле. Вот. И он ввел такой термин кислородный холокост, когда на определенном периоде развития Земли появился кислород, да, здесь начал появляться кислород, и вся жизнь, которая в то время у нас здесь существовала, для нее, для всей этой жизни кислород был смертелен. Да, и вот вся некислородная жизнь, да, кислородом была уничтожена. А вот. А для нас кислород, это, да, мы на этом живем. Так, хорошо. Идем дальше. Вот сегодня основные, основные вот эти два занятия, мне кажется, что вам пока достаточно на сегодня. Надо их усвоить и хорошенько интегрировать. Теперь переходим к хардкору. Задание, как обычно, да, пишем норму, пишем отчет об этой норме. И, соответственно, в комментариях надо будет написать. Столько-то написано, себя похвалил, себе подарил и так далее, и так далее. Теперь переходим к хардкору. Переходное упражнение. Закрыть глаза и в течение минуты прислушиваться к звукам, которые вы слышите. Писать в чате ничего не надо, пока идет эта минута. И минута пошла. Закрыть глаза и в течение минуты. Закрыть глаза и в течение минуты. Закрыть глаза и в течение минуты прислушиваться к звукам. Закрыть глаза и в течение минуты. да какие они попробуйте описать те звуки которые вы слышали не называя их в чате то есть не на за если это там гул машины да какой он громкий тихий высокий низкий песк лявые да не называя звук так глухой шум острый звон ритмичный негромкий пощелкивающий механический еле уловимый уличные звуки этого называете звук приглушенные тихое дыхание это вы называете звук до тихое это определение отдыхание это название звука я думаю что вы мое дыхание скорее всего я микрофон не отключал слышали скорее всего мое дыхание например в микрофон пульсирующий раздражающий раздражающий это оценка да то есть это ваша оценка оценка вашего отношения к этому звуку у меня этот микрофоном просто у меня раньше стояла вот здесь это один аудиотехника он звук брал даже если я чуть-чуть отворачиваться он уже уже не брал этот звук а вот это новый микрофон у меня это микрофон тула российского производства он конечно качество звука дает совершенно совершенно какой-то беспрецедентно мне очень нравится специальный микрофон для подкастов вот кстати если кто подкасты делает вот я рекомендую немножко рекламу тула это та самая компания которая делает микрофон и союз который стоит там 200 300 тысяч он стоит он 200 260 что ли долларов в рублях в долларах цена на сайте так есть смотрела эти микрофоны в амазоне 260 помните полон долларов стою прям отличным я тоже у кого у кого-то в ленте увидела что вот купили микрофон дай-ка глян купил себе очень доволен есть хорошо теперь домашнее задание для хардкора и пожалуйста сделайте это упражнение обязательно и сделайте его в точности так как я его описал найдите время это у вас займет минут 40 пойти пойдите в ближайший супермаркет желать я то есть это можно делать в любом магазине в хозяйственном в каком угодно вот но лучше супермаркет почему потому что скорее всего даже если вы там каждый день ходите в супермаркет там скорее всего есть уголки в которые вы не заходите и вот задача зайти именно в те уголки в которые вы не заходите и внимательно посмотреть на 10 продуктов на которые вы раньше не обращали внимание прямо пальцы загибайте до 1 продукт 2 3 покупать их не обязательно до подержать их в руках обязательно прочитать то что написано на упаковке разглядеть фактуру изучить этого предмета да если это консервная банка до ощупать да если это там продукт в упаковке или фрукт какой-то да опять же его там пощупать рассмотреть внимательно понюхать а вот то есть познакомиться с этим предметом почему я даю именно супермаркет потому что но я смею надеяться что у большинства из вас супермаркет рядом есть в супермаркете есть большое количество разных объектов я мог бы вас послать не знаю в лес шишки изучать например да но я понимаю что у кого-то шишки а у кого-то ракушки да то есть у всех предметы эти будут разные мне надо чтобы они там более или менее были похожи друг на друга но вот поэтому отправляемся в супермаркет это упражнение на внимательность а не на на повышение концентрации да то есть задача увидеть узнать получить какой-то новый опыт эмоциональный и физический если занять задание понятно то напишите что все понятно если что-то непонятно то задайте вопросы попробуем кто-то говорит что висит сейчас проверим висит или не висит нет все работает ребята висела половину задания ладно повторю еще раз пойти в супермаркет и внимательно посмотреть на 10 продуктов на которые вы раньше не обращали внимание обязательно подержать в руках и прочитать то что написано на упаковке рассмотреть понюхать потрогать фактуру до покупать не обязательно важно получить опыт взаимодействие с предметом да то есть взаимодействиете с предметом как с предметом да то есть мы очень часто почему я вас все время от телефона да потому что мы телефон перестали мы его воспринимаем как часть своего тела вот и здесь задача увидеть предмет который может быть вы не не воспринимали его как объект да но внимательно рассмотрит пакет сахаром на بعد рассмотреть его как объект вот и получить некий получить некий опыт хорошо есть все текстом я задание тоже повторю по сразу же после окончания в описании видео я добавлю также дополнительное задание мы продолжаем получать подарки от вселенной да мы продолжаем практиковать практиковать нашу технику репостов и принятие подарков вселенной ссылку на сегодняшний пост каждое утро я выкладываю пост с каким-нибудь очередным домиком прикольным с картинкой выкладывайте делайте репост потом вечером приходите и пишите подарок получен вселенная спасибо да то есть мы учимся принимать подарки вселенной наша задача создать общее поле и тренировать свой навык взаимодействия со вселенной тренировать свой навык принятия подарков и я уже подарков на получал столько что вот часы вот мне подарили например так что так что делает практикуем и увидимся завтра у нас с вами сегодня экватор тренинг тренинг полетел и всегда сначала первый занятий второй за третья потом докраска пятому заданию занятию вдруг тренинг полетел вот пятое занятие сегодня впереди еще пять занятий и увидимся так если не секрет какие книги нет я список в этот я делал эфир все у меня все руки не доходят потому что я читаю много вот и делать какой-то была у меня мысль делать хотя бы раз в месяц хотя бы делать обзор прочитанных книг я один раз сделал у меня там получилось и потом 30 книг прочитанных поэтому все не просто не не найти время чтобы каждый раз каждый раз делать такой обзор но книга номер один я могу назвать книгу номер один это книга захара прилепина биография шолохова на меня очень сильное впечатление произвело я вообще я не очень люблю захара прилепина как писателя но биографию делает класс у него была шикарная биография леонова шикарная биография марингофа и вот это про это просто фундаментальная книга там тысячи с лишним страниц там очень многие вещи которые я прошел оху не не знаю не знал узнал из этой книги поэтому а для того чтобы топ-10 мне составить это мне надо там садиться вспоминать что я что я там читал да то есть книг было очень много прочитаны и всегда прочитаны каждый раз до биографии сильно не читал не очень люблю есенина она у меня как бы есть в планах я думаю что прочитаю говорят что она хорошая вот но не читал еще так есть хорошо на этом да еще раз я напоминаю ребят что идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма я конечно смею надеяться что большинство из вас к этому курсу присоединиться и мы с вами мы с вами будем писать начиная с марта мы с вами будем вместе писать сценарий спасибо и пока пока увидимся завтра